Ну, дорогие друзья, мы опять находимся в Базилевке. Это крупнейший больничный комплекс, причем от Волы, от Нижнего Новгорода до Башкирии. Вот, и мы уже который год занимаемся, помогаем этой больнице. Здесь около 1200 людей больных, то есть страждущих, которым надо гулять, работать, трудотерапией заниматься. И вот мы осенью посадили сад, вот здесь вот, если посмотреть, тут сотни яблонь, слив, смородины. Очень интересно вообще это движение такое. Сейчас вот закрывают, закрываем сеточкой, чтобы ни мыши, ни зайцы не повредили эти деревья. А сегодня вот сейчас вот зима, началась начало ноября. И как только в ноябре в минус уходит, чтобы был минус температуры днем и ночью, можно сеять, делать подзивные посевы. Вот сейчас подзивные посевы там морковь, салаты всевозможные, чтобы уже весной на месяц раньше, ну, от двух до четырех недель, раньше появились свежие овощи витаминные. И чтобы люди могли работать, люди могли питаться этой прекрасной зеленью. Вот этим. Мы-то помогаем, честно говоря, не так много, потому что и здесь они сами работают. Но для них очень важно то, что у нас есть специалисты. У нас есть суперагрономы. Вот Ирина Леонидовна, Минсулу Фатхудинова. Здесь у нас участвовал сам директор НИИ сельского хозяйства, например, Ильдар Олегович. Потом цветник Урала Данил Александрович. Это суперспециалисты, у них великолепные саженцы. Те саженцы, которые, ну, если сказано, что вот такой сорт, значит, такой сорт. Качество великолепное. Я вот сам всем рекомендую и сам беру только у них. Это вот или в Кушнаренково это НИИ сельское хозяйство, или у Данила Александровича это цветник Урала. И плюс к тому мы испытываем свои биопрепараты. У нас здесь тоже природные биопрепараты. Это кормилица Микориза, это 33 бактерия, это фитоспорин. Это всем известные уже, известные не только в России, но и в СНГ, и уже там в других странах. Эти препараты позволяют без всякой химии, вообще без всякой химии, увеличить урожай в разы. Бывает, урожай повышается в 3-4 раза. Ну, на разных культурах, на разных почвах. Вот, просто мы для души здесь работаем, но вообще это учреждение, оно для лечения души, на самом деле, это психиатрическая больница. И причем мы помогаем не только тем людям, которые здесь работают, но мы и себе помогаем. Нам просто приятно, что мы оказываем людям пользу. Не просто все, корость, коммерция, коммерция, а вот для души. И вот мы призываем и других предпринимателей, работы полно. Помогайте, вам будет хорошо, и вам будет на душе приятно, и бизнес пойдет, все пойдет. Ну, я могу сказать, что мы уже фактически традиционным занятием занимаемся. Мы находимся на территории нашего зимнего огорода и сада, который мы разбивали этим летом. Это Базилеевка, очень хорошее и уникальное место. И сегодня вот мы занимаемся посевами, озимами, так называемыми озимами посевами. Вот вчера я лично на своей земле, в своем, так скажем, хозяйстве занимался тем же самым. У нас выпал первый снег, мы с вениками подметали грядки. Здесь немножко по-другому все выглядит. Эти посевы делаются для того, чтобы судоводы, любители и профессионалы, а здесь, в частности, в этом заведении, и люди, которые здесь лечатся, и люди, которые здесь работают, могли уже, ну, раньше, чем у всех остальных, где-то, наверное, на месяц, то есть от недели до трех недель, всходы вот тех культур, которые мы сажаем сейчас, они будут раньше. То есть где-то в мае люди, которые сейчас занимаются вот этим вот делом, уже могут есть свою зелень, свой шпинат, свою петрушку. То есть это такое опережение событий. Это может показаться немножко необычным, что лежит снег, а люди сеют, занимаются грядками. Но каверза именно в том, что продукт, который мы сейчас сажаем, будет раньше, чем у всех остальных. Вот этим мы и занимаемся. Я этот проект поддерживаю, как и все другие проекты Башенкома. Вот так вышло в моей судьбе, в моей жизни, что я артист-фермер. Вот теперь я, помимо того, что я пою, я еще знаю теперь все про азимы, как их сажать и что вырастет, что не вырастет. Вот так получилось. В нашей республиканской клинической психиатрической больнице трудотерапия является частью лечебного фактора. И мы для того, чтобы помочь обречь душевный покой нашим пациентам, делаем все для этого. Создаем соответствующую окружающуюся среду, находим занятия, которые бы отвечали человеку на данный момент, на данном этапе его состояния душевного. И большое значение, естественно, придаем терапии, так называемой терапии окружающей средой. И в этом плане нам очень много дел и помогает наше научно-нереческое предприятие «Башинком», так называемое, которое возглавляет Вячеслав Иоаннович Кузнецов. Вот с подачи его, с его идеей, с идеей его сотрудников у нас появилась возможность посадить на территории нашей больницы фруктовый сад, в центре которого будет находиться лабиринт из смородины. Я думаю, что это будет шикарным оформлением нашей территории, со временем станет, и будет, естественно, любимым местом для отдыха наших пациентов и тех родственников, которые приходят их навестить. Ну и нужно сказать, что сотрудники этого предприятия не остановились, они пошли дальше, и появилась идея посадить и огород. Рядом с нашим садом будет огород с различными, естественно, овощными культурами. И как одна из таких возможностей реализации этого проекта, этой идеей стала посадка огорода под зимний такой сев. Мы посадили свеклу, морковь, петрушку. Значит, это все для того, чтобы наши пациенты могли заниматься соответственно занятием по душе. То есть это может быть и уход за животным, у нас есть и животные, лошади, коровы, пони, страусы. И есть возможность просто наблюдать за жизнью растений, как они растут, что нужно для того, чтобы они хорошо росли. И я хочу сказать, что на этих вот грядках и в то же время пробируются продукции, так сказать, этого предприятия. Это различные удобрения, которые помогут нашим растениям стать лучше и радовать наш глаз.